Хорошо. Прошли мы дерму, связки, вернее смаз и вот находимся сейчас на мышечном слое, но нам нужно пройти подмышцами. Два сантиметра ушло, если вы видите деление на конюле. Всего пять делений. Пациентка чувствует только что, распирание небольшое, что что-то у нее внутри движется. Так, вот мы сейчас подмышечными структурами и я должна все-таки чуть-чуть заметить кончик своей конюли. Вот он, под моим пальчиком. И продвинемся еще на всю глубину. Да, чуть-чуть неприятно, но ничего страшного, никакие сосудики мы не наденем. Просто уперлись косточкам. Так, прекрасно. И теперь начинаем заполнять. Я обычно ставлю пальчик и чуть-чуть высвобождаю препарат. Оставляю там препарат. Продолжение следует... Нет, такие как колбаски. Чуть более поверхностно надо зайти. Все хорошо. Вот, уже просвечивает у нас, ну, угол конюльки мы видим. Поэтому здесь, чтобы провести коррекцию, реснички нам наши красивые влака мешают, поэтому нам мешают. Чуть-чуть мы оставляем препарат более поверхностно. Так. То есть, руки под мышцей подкожные, да? Да, да. Вот в центральной части подкожные. Разворачиваемся, не выходя. И проходим к латеральному углу. Чуть-чуть. Ну, подкожная получается совсем крошечку, да? Да, потому что иначе будет контурировать. Да. Все это делаете внутри тканей, потому что выходить нехорошо. Так, нащупали конец конюли своей. И оставили там препараты немножечко. Вот даже такой бонус. Мы его разобраем. Глубокая коррекция не дает нам видимых больших результатов. В этом ее и плюс, и минус. Но все равно видно, что с этой стороны залом поднялся. Вот тут очень большая такая грань. Еще чуть-чуть. Или не надо? Значит, давайте добавим еще чуть-чуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok